здравствуйте рад вас снова приветствовать на нашем youtube канале и нот по стригу сегодня у нас на рассмотрении вот такой замечательный триммер от эндис эндис slimline pro d7 раньше мы с вами говорили про slimline pro li-d8 здесь у нас отсутствует упоминание литий-ионных аккумуляторов поскольку здесь более старая модель с неким металлогидридным аккумулятором почему-то я не нашел его в продаже в россии ни у одного поставщика его в наличии нет хотя я точно знаю что эта модель выпускалась в варианте для европы но тем не менее у нас он не продается поэтому пришлось тащить из сша ну давайте посмотрим что у нас коробочка стандартная для эндис стандартный размер в принципе стандартная компоновка изображений полную величину здесь у нас изображен пример расписана комплектация некоторые характеристики здесь у нас указано что вот у нас здесь 4 насадки от полутора до десяти миллиметров указано что будет у нас подставочка зарядная указаны характеристики что очень хороший контроль здесь за стрижкой что относительно высокая скорость 5700 оборотов что подходит только для сухих волос с мокрыми волосами не справится и что жесткие волосы им лучше не стричь он для этого все-таки слабого двигатель здесь стоит роторный используется т-образный нож ну и в комплекте у нас помимо насадок машинки и подставки масло и щеточка для чистки ну давайте все это распакуем и посмотрим что же у нас там внутри так макулатура к сожалению инструкции на русском языке здесь нет причем дело не в том что она из сша машинка в принципе для машины которые продаются в россии у индий часто нет инструкции на русском языке хотя это не очень правильно и входит в противоречие законодательству но тем не менее тем не менее как-то это так так и так здесь у нас сам пример здесь у нас подставка насадки кисточка и масло хорошо убираем все лишнее из кадра и так насадки насадки в комплекте 4 штучки как мы уже говорили полтора три шесть и десять миллиметров насадки в общем-то стандартный механизм крепления защелкой задней части то есть на клипсе не за счет этого не держится достаточно прочно но самой при очень частом использовании это клипса может разбалтываться другой стороны в принципе все триммеры они не особо-то предназначены для использования вместе с насадочки подставка подставка она же зарядное устройство она достаточно тяжелая благодаря расположенному внутри трансформатору поэтому достаточно устойчиво стоит хорошо давайте теперь поговорим собственно про сам пример первое что мы видим когда достаем его из коробки этого такая наклеечка что прочитать инструкцию не включать пока он не будет полностью заряжен честно говоря прям таки вражеская наклеечка поскольку здесь у нас микель-металлогидридный аккумулятор то желательно при получении эту машинку не полностью зарядить сразу же полностью разрядить в ноль и после этого полностью заряжать тогда будет обеспечена наиболее там качественная эксплуатация данного триммера по дизайну здесь каких-то ярких выдающихся черт нет все довольно лаконично черный корпус верхней части он такой лаковый глянце в нижней части он такой шероховатый до софт лук он здесь не прорезиненный это пластик просто такой текстурированный чтобы меньше заляпывался и меньше скользил в нижней части у нас здесь есть разъемы для зарядки чтобы вот поставить его в зарядную подставочку и заряжать напрямую здесь заряжать от провода нельзя более того в оригинале индис и нет этого отдельного провода зарядного устройства провод он монтирован жестко подставку хорошо дальше эргономика мне очень нравится как он сидит руке этот пример относительно небольшого размера он относительно коротенький утолщение внизу отличный вес отличная компоновка кнопочка под рукой кнопочка очень удобно она здесь с фигурными такими галочками да они рельефные за них палец хорошо цепляется и не скользит это просто прекрасно ну и в общем то добавить то и нечего лежит в руке просто чудесно вес тот который должен быть размеры те которые должны быть дальше индикатор заряда индикатор заряда на машинке отсутствует здесь нельзя установить сколько же нам осталось работать это конечно же минус но с другой стороны здесь можно постоянно хранить этот триммер на зарядной подставке и он будет постоянно у нас под заряжаться при зарядке у нас постоянно горит здесь светодиод зеленым цветом давайте я вам сейчас покажу и постановка триммера на зарядку у нас загорается зеленый светодиод и светодиод не гаснет по окончании зарядки здесь используется так называемая капельная зарядка это зарядка малыми токами она абсолютно безопасна для триммера невозможно перезарядка поэтому можете его постоянно хранить на зарядной станции и ничего плохого с ним не случится дальше вес весит данный триммер 139 грамм это в принципе примерно так же как и все остальные триммеры стандартный вес как раз около 120 грамм но здесь чуть больше но это больше абсолютно не во вред мне даже нравится что он немножко тяжелее чем допустим индис d8 нож нож здесь используется t-образный очень удобный им удобно выполнять какие-то мелкие работы особенно там там где надо кончиком ножа работать за счет его т-образной формы нож здесь можно выставлять в ноль то есть он регулируется можно выдвигать дальше либо задвигать поглубже верхний нож это довольно удобно но не советую вам злоупотреблять все такими регулировками поскольку если сильно близко поставите ножи будете резать кожу клиента нож здесь крепится на винтах он не быстро съемный то есть мы не можем нажать здесь пальцем чтобы он отчелкнулся если мы нажмем посильнее мы просто выломаем вместе с болтами поэтому для очистки здесь производитель рекомендует использовать кисти либо если там все очень жестко там сильно забилось то не снимая нож с машинки погрузить его в масло только нож без машинки дать ему там поработать и оттуда волосы все вытекут но на самом деле прямо погружать не обязательно иногда просто достаточно налить масло побольше и при работе волосы оттуда вылетают но если хочется почистить как следует можно его смело открутить потом прикрутить на место ничего страшного там нет настройка ножа при этом не собьется нож это хорошо поговорим про двигатель двигатель здесь в общем то небольшой мощности поэтому на упаковке у нас и было указано что только для средних и тонких волос для жестких не используя здесь стоит двигатель от мобучи мощностью 1 ватт это немного но для триммера в общем-то вполне достаточно поскольку здесь нет микропроцессорного управления как допустим у всех триммеров мозор то здесь будет зависеть с скорость двигателя эффективность работы от степени заряда аккумулятора поэтому старайтесь держать триммер постоянной зарядной подставки тогда у вас будет максимальный заряд аккумуляторы максимальная скорость ножа максимальная эффективность аккумулятор сделать здесь используется никель металл гидридный его емкости хватает на целых два с половиной часа непрерывной работы это очень много по факту даже немножко больше 2 45 я намерил то есть вот включили смазали ножи включили оставили машинку она проработала два часа 45 минут но последний минут пять десять там уже было прямо слышно что скорость ножей упала то есть аккумулятор подвыбился то сериально где-то два с половиной часа непрерывной работы зарядка здесь осуществляется по паспорту который у нас лежал в коробке с машинкой 12 часов если же разобрать посмотреть на аккумуляторы то есть теми характеристиками которые заявлены для зарядного устройства зарядка должна вообще идти 16 часов это довольно долго но учитывая то что он у нас постоянно во время работы хранится на зарядной подставке этих два с половиной часа у нас растягивается до бесконечности то есть пока мы там 15 минут отработали поставлен на зарядку он у нас дальше заряжается никель-металл-гидридный аккумулятор установленный здесь практически не обладает эффектом памяти вы можете в любой момент стригли стригли поставили на зарядку аккумулятор от этого хуже не станет но тем не менее производитель рекомендует один раз в 60 дней то есть один раз в два месяца полностью разряжать машинку и после этого снова заряжать для полной разрядки мы сначала тщательно смазываем нож пяти местах раз два три 4 5 капаем масло не жалим его включаем и даем машинке поработать до полного разряда это те самые два с половиной часа или чуть больше после полной разрядки ставим на зарядку все замечательно таким образом у нас аккумулятор проработает долгие годы не придется его менять аккумулятор здесь стоит стандартный стандартный надо понимать что это не пальчиковая батарейка аккумулятор в этот вряд ли купить в день там не знаю перекрестки или пятерочки но это аккумулятор стандартного типа размера стандартной емкости которые вы можете легко найти в любом магазине радиоэлектроники просто там принести показать вам его продадут с этим проблем не будет даже тоже легко покупаются с этим все хорошо теперь давайте поговорим вот о чем данный триммер мы заказывали с сша пришедший из сша он не пригоден для работы в наших сетях у него идет блок питания трансформаторного типа встроенный прямо подставку он рассчитан на 110 воль 60 герц если его включить в нашу розетку он быстренько сгорает кроме того здесь был блок питания внутри наружу шел просто шнур шнур этот был несъемный на мой взгляд это не очень удобно поэтому мы немножко переделали конструкцию сделали слов съемный блок питания здесь у нас просто разъем под зарядку все стандартного размера если зарядка сдохла можно купить такую же там 150 200 300 рублей кроме того немножко повысили ток заряда сделав примерно полтора раза быстрее зарядку для аккумулятора это абсолютно безопасно но становится немножко приятнее работать меньше рисков что у вас когда-то там он разрядится и вы не сможете работать назовем это у нас ну допустим индис d7 енот постригун эдишн собственно все изменения которые мы проделали на этом пожалуй все чуть позже запилю вам обзор сравнение этого триммера и его младшего брата его последователя indy slimline proli d8 если у вас будут какие-то вопросы спрашивайте задавайте их в комментариях под этим видео также можете задавать вопросы в нашей группе кон в контакте ну и не забывайте что все это можно купить на нашем официальном сайте енотпостригун точка ру на этом все пока пока